С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. В Ненецком округе до конца этого года электронного голосования не будет, заявили в окружном избиркоме. Все выборы, которые намечены на 2020 год, пройдут по классической процедуре голосования. Сформирован новый календарный план проведения экзаменационных кампаний в текущем году. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Сегодня в Ненецком округе завершился сезон весенней охоты. По предварительным данным, участие в сезоне приняли более полутора тысяч человек. Уровень воды на территории Великовисочного сельсовета превысил неблагоприятную отметку более чем на 150 сантиметров. По информации Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар, за сутки вода прибыла на 8 сантиметров. Сейчас уровень воды на реке Печора в муниципалитете составляет 895 сантиметров. В стихии охвачены 4 населенных пункта. Село Великовисочное, деревни Лабожское, Тошвицкое и Щелино. В зоне потопления оказались 292 придомовые территории и 245 жилых домов. Кроме того, потоплен 21 социально значимый объект, 18 из которых функционируют. Как сообщалось ранее, в готовности находятся 6 пунктов временного размещения населения вместимостью 225 человек. В муниципалитете продолжает действовать режим ЧАЭС. В свою очередь в Пустозерском сельсовете объявлен режим повышенной готовности. Уровень воды на реке Печора в районе села Оксина составляет 769 сантиметров. Это выше неблагоприятной отметки на 29 сантиметров. Потоплено 63 придомовых территории, 20 жилых домов, 9 социально значимых объектов. На территории муниципалитета организован один пункт временного размещения населения общей вместимостью 20 человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ненинскому округу, эвакуация населения в настоящее время не требуется. В районе Наринмара уровень воды составляет 560 сантиметров. Напомним, неблагоприятной отметкой для окружной столицы считается 620 сантиметров. На текущий момент подтоплена дорога, ведущая к площадке по размещению ТКО. Проезд к объекту организован по объездной дороге со стороны аэропорта. Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены на территории Ненинского округа за минувшие сутки. Положительные результаты дали тест-пробы, взятые у иногородних граждан, которые проходили на территории региона двухнедельный карантин перед отбытием на вахту на одной из месторождений округа. По информации окружного профильного департамента, оба пациента сейчас проходят лечение в специализированном стационаре Ненинской окружной больницы. По данным на утро 26 мая в округе зарегистрировано 66 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 28 человек, в том числе один за прошедшие сутки. В специализированных отделениях Ненинской окружной больницы проходят лечение 15 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторное на месторождении имени Титова 3 на Варандее 19. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьянмаре и поселке Искадилий находится 374 человека, в обсерваторе 9. С начала пандемии снято с контроля 851 человек, 64 за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 124 человека. В весенней охоте на территории Ненинского округа приняли участие более 1600 человек. Об этом сообщили в профильном окружном ведомстве при подведении итогов сезонного промысла. В этом году весенняя охота проходила на всех трех участках общедоступных охотничьих угодий в единый срок – 16 по 25 мая. Участие в ней по решению окружных властей могли принять только жители региона. Данные меры направлены на обеспечение безопасности людей в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В последний день охоты Департамент природных ресурсов и экологии АПК Ненинского округа прекратил выдачу путевок. По информации ведомства, всего было выдано 1659 разрешений на весеннюю охоту. Из них 752 разрешения охотники получили со скидкой через портал государственных услуг. Разрешение дает право добычи не более 20 гусей-казарок, а также 20 селезней. Госпошлина для получения путевки составляет 650 рублей. С учетом скидки при получении услуги в электронном виде стоимость снижается до 455 рублей. В Департаменте также напомнили охотникам о необходимости сдачи сведений о добытых охотничьих ресурсах. На это отводится 20 дней после завершения охоты. С 26 мая в Ненинском округе открылась навигация для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписано временно исполняющим обязанности губернатора Ненинского автономного округа Юрием Бездудным. Суполитетов, на территориях которых навигация для плавания на маломерных судах открыта со вторника, входят Канинский, Омский, Пешский, Шоинский, Тиманский, Антикский, Великовисочный, Коткинский, Малоземельский, Приморско-Куйский, Пустозерский и Тельвисочные сельсоветы, а также Наринмар и поселок Искателей. На судоходных водоемах Амдермы, Карского, Колгуевского, Хриверского, Хаседохарского и Юшарского сельсоветов навигация для маломерных судов откроется 8 июня. 23 мая на официальном портале правовой информации был опубликован документ, закрепляющий внесение изменений в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, в части внесения в него понятия «дистанционное электронное голосование». Как заверили нас в окружном избиркоме, в Ненинском округе до конца текущего года «электронного голосования не будет» и напомнили о классической процедуре голосования. На избирательном участке граждане отпускают бюллетени в переносные и стационарные ящики или комплексы обработки избирательной бюллетени. Если на участке стоят КАИП, то за час до открытия участка происходит тестирование комплекса. Затем в 8 часов открывается избирательный участок. На каждом участке присутствуют наблюдатели, а также ведется видеонаблюдение с трансляцией в интернет. После того, как заканчивается время голосования, мы сначала подсчитываем неиспользованные избирательные бюллетени, затем работаем со списками. Если все данные сходятся, значит, если нет КАИПов, то мы вскрываем сначала переносные ящики и затем стационарные. Если КАИПы, то здесь КАИПы считают все сами, поэтому сортировки бюллетеней не требуется. Затем участковые комиссии сверяют и передают данные сначала по телефону в территориальную избирательную комиссию, затем бюллетень уже запечатывают в коробки и увозят вместе с протоколом в территориальную избирательную комиссию. Непосредственно после подсчета всех голосов вся информация, все голоса подсчитываются и распределяются, соответственно, по кандидатам либо по избирательным объединениям, которые участвовали в выборах. Далее эти все протоколы собираются и направляются в ГАЗ-выборы. В настоящее время постановления о дистанционном электронном голосовании нет. И более того, электронное и дистанционное голосование является правом, а не обязанностью. И использование его на выборах и референдумах Неницкого округа в 2020 году не предполагается. В федеральном законе и в региональных законах есть такое право у людей, не обязанность, а право. Они могут прийти сами на избирательный участок, взять бюллетень, получить бюллетень, расписаться в его получении, проголосовать и пустить в урну. Но в силу каких-либо обстоятельств может быть предложено и есть такое право, появляется дистанционное электронное голосование. Если человек не может прийти, например, на избирательный участок, находится за пределами своего субъекта. Такое право есть у людей. Соответственно, закон позволяет, дал такое право, но это на будущее. На сегодняшний день даже я не представляю, как вот данная технология будет реализовываться. Могу только лишь догадываться. С учетом того, что это все-таки голосование без использования бюллетеня классического на бумажном носителе и с использованием специального программного обеспечения. Если специальное программное обеспечение, значит, это должна быть написана какая-то специальная программа. Однозначно. Она должна быть интегрирована, к примеру, в единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого необходимо, чтобы были приняты Министерством связи и массовых коммуникаций специальные технические регламенты, как все это будет работать. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации должна принять свое постановление, которым утверждается порядок и случай применения дистанционного электронного голосования. Добавлю, у каждого гражданина есть ответственность и право прийти и проголосовать, тем самым не быть в стороне. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Реализацию мероприятий нацпроекта образования обсудили в собрании депутатов Ненинского округа. Речь шла о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательных организаций региона. Одно из крупных мероприятий нацпроекта образования, реализация которого проходит в Ненинском округе, успех каждого ребенка. Благодаря ему в Наринмаре планируется запустить технопарк «Кванториум». Предполагается, что технопарк и доводы в эксплуатацию нового здания будет размещаться в старом здании третьей школы после ее переезда в новое строящееся. Мы «Кванториум» должны с вами запустить 1 сентября и показатели за 4 тысячи детей должны охватить за 4 месяца. На сегодняшний момент у нас есть согласование от фонда, который согласовал нам временное размещение «Кванториума» в здании третьей школы. То есть 1 сентября у нас школа переезжает и мы на сегодняшний момент отрабатываем с фондом с учетом того, что необходимо время все-таки для оснащения, для какого-то хотя бы минимального косметического ремонта в этом здании перенести срок открытия «Кванториума» на 1 октября. В рамках регионального проекта «Современная школа» будут открыты еще три центра для школьников Ненецкого округа «Точка роста». Что такое «Точка роста»? Это три образовательные организации на территории города. Это первая, третья и пятая школы. Будут выделены учебные аудитории, которые будут подготовлены в рамках ремонта под утвержденный дизайн проекта. Будет приобретена мебель, будет приобретено компьютерное оборудование. Соответственно, в рамках уже действующих этих аудиторий учебных будет запланирована реализация программ по таким предметам, как информатика, технология и ОБЖ. Еще один проект, реализация которого проходит в Ненецком округе – цифровая образовательная среда. В его рамках техническое перевооружение получат более 20 образовательных учреждений региона. В рамках которой планируется приобретение компьютерной техники для 26 образовательных организаций Ненецкого округа. Это 23 школы, 3 учреждения профессионального образования. Будет приобретено оборудование компьютерное для реализации уже образовательного процесса с применением информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Национальный проект образования реализуется в Ненецком округе с 2019 года. Мария Даник, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сформирован новый календарный план проведения экзаменационной кампании в текущем году. 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. Очный этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Об этом сообщили в Департаменте образования культуры и спорта Ненецкого округа. 3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике. На 6 и 7 июля запланировано проведение самого массового единого государственного экзамена по русскому языку. 10 июля состоится экзамен по профильной математике, 13 июля по истории и физике, 16 июля по обществу, знанию и химии, 20 июля по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля по устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, по всем учебным предметам будут выделены резервные дни. 24 июля, кроме русского языка и иностранных языков, и 25 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в экзамене, в июле будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ в августе. Отмечу, что единый государственный экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что касается получения аттестата о среднем общем образовании, они будут выданы выпускникам на основании итоговых годовых оценок. Жители Нинницкого округа стали чаще оформлять страховки на почте. В окружном филиале «Почта России» рост спроса связывают с доступностью страховых продуктов во время пандемии. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки у жителей региона есть возможность застраховать имущество и жизнь, не выходя из дома. Страховки помогут оформить почтальоны, оснащенные мобильными почтово-кассовыми терминалами. Оформление страховок по защите имущества особенно популярно осенью и весной в период половодия. Процесс оформления страховки прост и понятен. Нет необходимости собирать дополнительные справки или проводить предварительный осмотр недвижимости. Клиенты почты могут оформить страховой продукт прямо во время оплаты коммунальных платежей через почтальон, оснащенного мобильно-кассовым терминалом или в отделении почтовой связи. «Почта России» сотрудничает со страховыми компаниями в части защиты квартиры домов граждан от всевозможных неприятностей, пожаров, затоплений, противоправных действий третьих лиц. Услуги почтовой связи в Ненинском округе оказывают 29 отделений почтовой связи, в том числе 83% из них на селе. С 25 мая по 14 июня жители нашего региона могут стать народными экспертами конкурса сочинений «Я гражданин России». Онлайн-голосование проходит на сайте оператора проекта «Стратегического партнерства Северо-Запад». В честь Ненинского округа защищают 17 номинантов, чьи работы были отобраны по итогам регионального этапа. Инициатива проведения конкурса была выдвинута регионами три года назад и получила активную поддержку аппарата «Полпреда» президента России в СЗФО и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Масштабы конкурса сочинений «Я гражданин России» впечатляют. В этом году в нем приняли участие 200 тысяч учащихся из 11 регионов Северо-Запада России. «Конкурс с каждым годом интереснее и глубже, я бы сказал так. Действительно, мы по итогам конкурса всегда, даже в этом году, имеем такое полноценное, полновесное исследование гражданского самосознания и социальной активности юных граждан. И для нас, понимаете, важно не только качество конкретного сочинения, но и тот факт, что вот ребята задались вот этим вопросом о гражданственности и о своем месте в истории нашей страны». В Ниньском округе участие в конкурсе приняли 242 учащихся школ и профессиональных училищ, однако до финала дошли 17 работ. «Проверку проводит комиссия, которая утверждена распоряжением Департамента образования. И по результатам данной проверки было выявлено 33 работы, которые прошли в финал конкурса, прошли на региональный этап. На региональном этапе были отобраны 17 работ, которые вошли уже для проверки окружной комиссии. И комиссия до 14 июня проверяет сочинения, которые размещены на сайте оператора конкурса, и выставляет свои оценки». В целом в финале конкурса оказались более 200 сочинений. Их можно прочесть на сайте стратегического партнерства. В каждой из четырех возрастных групп, на которые поделены участники конкурса, есть представители и Ненецкого округа. «Большая часть сочинений была посвящена 75-летию Великой Победы, в том числе и из Ненецкого установного округа. Ваше сочинение всегда отличает особая глубина, и мне хотелось бы отдельно поблагодарить Департамент образования Ненецкого установного округа, коллег всех, которые сотрудничали с этим проектом». С 25 мая по 14 июня сочинение участников оценивает специальная комиссия. «По итогам комиссии, когда комиссия завершает свою работу, нам приходят результаты, и уже по результатам проверки окружной комиссии в каждой возрастной номинации выявляется победитель на уровне региона. Также в каждой возрастной номинации выявляется победитель на уровне северо-западного региона». Всего в конкурсе будет 47 победителей. 44 по результатам работы комиссии авторов еще трех сочинений определят по итогам открытого интернет-голосования. Оставить свой голос за ту или иную работу можно на сайте стратегического партнерства «Северо-запад». Мария Даник, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». С марта по май 2020 года 14 коллективов учреждений культуры Ненецкого округа приняли участие в 12 заочных всероссийских конкурсах. Об этом сообщает Департамент образования культуры и спорта Ненецкого округа. Несмотря на пандемию, деятели культуры региона продолжили работу в виртуальном режиме. Появилось больше заочных конкурсов, в которых творческие коллективы успешно участвуют. Также учреждения культуры региона развивают интернет-ресурсы, занимаются культурным просвещением населения. Одна из главных очных побед в этом году у артистов Ненецкого театра «Иллипс». В первой половине марта коллектив смог выехать в Сочи и завоевать звание лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса традиционной культуры «Фолкфорум». Еще шесть коллективов этнокультурного центра приняли участие в заочных конкурсах. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды компания Полар Транс.